Освобождение храма 90 лет спустя. В здании бывшего планетария закипела работа. Верующие разбирают перегородки. Важно добраться до исторической истины. Сегодня уже понятно, как она наполнит храм. Иконы будут висеть, скорее всего, на стенах. Иконостас будет отделять основную часть храма смолящимися от части храма, который называется алтарем. И будет совершаться богослужение в храме. Колокол появится? Обязательно. В документах 1908 года колокол и вправду был, но, как он неизвестно, фотографии, которые нашли историки, датируются 30-ми годами. Тогда здесь уже была библиотека, а после – столовая и макаронная фабрика. В 40-х тут открыли планетарий. Но даже тогда здание запечатляли только снаружи. К сожалению, эти стены ничего не скажут. Если верить историческим документам, то храм не был расписан. Поэтому, что было внутри, даже сегодня неизвестно. Отец Михаил думал, что помогут в Томске. Ведь в 1902 году именно там утверждали проект здания церкви. Но нет. Сейчас надежда за Уралом. Быть может, по типу этого же проекта построили что-то в Самаре или Саратове. В парке размещалось кладбище. И, к сожалению, оно до сих пор существует. Потому что после того, как разбита была зеленая зона, никаких перезахоронений на данной территории не совершались. Но кладбище 19 века не проблема. Сейчас главный вопрос – как храм будет сосуществовать с парком? Ведь в Изумрудном уже есть сценка и комплекс для собаководов. Дальше больше. Площадка для райдеров и солнечные ванны. Не заденет ли молодежь чувство верующих? Таким образом мы действовали, чтобы ту территорию, где некогда кладбище существовало, оставить как мемориальную зону, тихую, прогулочную. Активные функции как раз с территории кладбища и от здания церкви мы отодвигали ближе к шумному проспекту Комсомольский. Можно вас догнать и остановить попросить? Пожалуйста. Храм восстанавливает. Как относитесь к этому? Отрицательно. Почему? Моего поколения, как считать, что все просвещение, вот это вот, мракобесие. Мы, по-моему, христиане, как говорится. Надо куда-то сходить немножечко. Будете приходить на служение? Если позволит здоровье, как говорится. Храмов у нас достаточно в городе, и без этого обошлось бы. Так или иначе, полная реконструкция парка завершится к 2024 году. Но построят ли храм к этому времени, непонятно. Его финансирование – это пожертвование меценатов и верующих, которые сегодня здесь работают бесплатно. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.